В интервью, тем временем, давайте узнаем, что нам скажет АТР. Финал Рифт Райвус 2018 между СНГ, Турцией и Вьетнамом. В гранд-финале все-таки сборная Турции оказалась сильнее, чем наша команда. Сегодня проиграли все, только одну игру взяла команда Гамбит, и то взяла ее у команды Грю, которая была третьим седом от турецкой сборной. С нами и тренер команды Гамбит Игоря Тримейн Срадкевич. Игорь, какие эмоции вообще? Сильно расстроились? Как дела у вас обстоят? Я увоняюсь. Это было бы самое быстрое интервью. Я думаю, что ты нам будешь еще нужен, Игорь. Против Крю, когда мы играли, было все в принципе в порядке. Ну, хаотичная очень игра получилась, потому что мы готовили именно ответ даблой на мид. И, как обычно, ну, здесь с банами были проблемы. Мы не должны были банить с Вейном. Мы очень прекрасно понимаем, что вот такие персонажи, как Пайк и Блицкранг, они просто напрягают то, что происходит на средней линии. Поэтому они нереально мешали. Поэтому мы и ту игру могли, в принципе, проиграть. А что касается игры против Супер Мессив, ну, честно скажу, они нас просто перемейнгеймили в салат. Потому что таким драфтом, который был у нас, здесь выиграть было невозможно. И здесь, конечно, вина в большей степени на мне. Потому что я не успел вовремя сказать, потому что я думал пока в голове, что надо было банить Трандла вместо Браума. Потому что мы не имели права Трандла оставлять. И из-за того, что там, ну, все чемпионы. Вы должны были его забрать потом сами в итоге. И вынуждены были забрать сами его в итоге. Ну, он нам там вообще не нужен был совершенно. И из-за того, что вот мы забанили Брауму, ну, так как там мало секунд оставалось, ну, здесь такое случается. Просто не всегда вот успеваешь. Что это за Атрокс был со смайтом на миду? В чем идея? Как она сработала у турка вообще? Да, сработала. Потому что у него очень хороший контроль линии. Здесь в целом у турков, ну, почему мы не могли выиграть? Потому что у них на боте приорити есть, на миде приорити есть и на топе приорити есть. Соответственно, у нас Трандл не может выйти за контестить ни одного краба. У нас Трандл не может выйти на какой-то ганг нормально. Потому что туда по реке Атрокс сдвигается на любую из линий. Очень быстро под ультой, в любом случае, он будет быстрее, чем наш мидер. И то же самое касается Рамблы. Он в салат впушивает Поппи и потом идет, кидает там ультимейты направо-налево, куда хочет. Соответственно, то, что даже произошло, ну, я думаю, там еще держались, мы держались. Ну, там уже, конечно, потом были исключительные ошибки, когда вот на боте не должны были драку принимать. И вот когда Герольда вызывали, там, в принципе, драка была в наших руках, но почему-то вот коммуникация очень сильно... Перейдем от шуточных вопросов к серьезным. Мы прекрасно все понимаем вместе с вами, дорогие друзья, что поражение нашей команды сегодня виноват только исключительно ты. Потому что в Justybe очевидно 100% выиграли бы пятую. Может быть, ты разделишь все-таки со мной бремя покрашивания волос в синий цвет? Тем более, что тебе все-таки придется их красить чуть поменьше, чем мне. Что скажешь? Друзья, ставьте плюс в чат, если АТР, если вы хотите, чтобы АТР покрасил волос в синий цвет, и если мы наберем целых 10 плюсов в чате, целых 10 плюсов, то, возможно, АТР согласится. Я не боюсь, через такую ерунду. Ладно. А ты, Михаил Адувайс, раз вчера сам предложил. Я не предлагал. Меня нашел Турок в отеле, главное, говорит, давай поспорим. Он говорит, я уверен. Он говорит, так и я уверен. А я смотрю, а у нас команда уходит. Рокса говорит, да мы их порвем. Justybe говорит, да мы их порвем. Гамит говорит, да мы их вообще не заметим. Ну вот не заметили. Ну, мы свой хэт-трик сделали. Мы обыграли РБ, обыграли Супермассив, обыграли Крю. Но, как говорится, бог любит троицу, а вот четвертая игра уже не пошла. Ладно, АТР, будем уже постепенно сворачиваться. Расскажи, пожалуйста, вот может быть что-то есть напоследок сказать болельщикам. Скоро Open Cup, скоро Split. Что хотел бы напоследок сказать в рамках этого Reef Trivals? Ну, Reef Trivals достаточно успешно в любом случае прошел. Я думаю, что наши команды показали себя с хорошей стороны по сравнению с прошлым годом. Было сложно, хуже, но да. Здесь все готовились, здесь никто не приехал так, чтобы играть на отвались. Просто команды, мне кажется, пока что разного уровня. Тем более у турков уже сезон начался, у нас все еще впереди. Ну, а что касается LCL Open Cup, приходите, болейте. Мы как раз-таки будем сражаться уже против наших здесь визави-виде Team Just. К нам еще подключится обязательно M19, Vega, который тоже в неплохой форме и каждый со своим стилем игры. Поэтому там будет интересненько. Друзья, ну а я вам дам быстрый апдейт. Прямо сейчас мы отправимся красить мои волосы. Прямо сейчас мы отправимся закупать острую еду для команды ROX, которая обязана будет ее съесть. Не забудьте в группе LoL Sports проголосовать. И мы передаем на этом слово в нашу студию аналитики и заканчиваем наш прямой репортаж из Вьетнама. Давайте, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok